Для того, чтобы установить iTunes, мы перейдем в поисковую систему. Google наберем iTunes и, соответственно, мы попадем на официальный сайт Apple. Это официальная программа от компании Apple, которая устанавливается на... Можно синхронизировать данные с вашими Apple устройствами. iPhone, iPad, iPad Touch и другие гаджеты. Итак, заходим в раздел «Скачать iTunes». Мы находимся на официальном сайте. Мы можем посмотреть системные требования, которые нужны для этой программы. Мы, соответственно, скачаем программу iTunes. Прокручиваем вниз и видим, интересуют другие версии. Нас интересует версия для Windows. Мы скачиваем. Скачайте iTunes для 64-битной версии. Как узнать, на сколько битная ваша версия операционной системы Windows, вы можете следующим образом. Переходите в «Мой компьютер» правой кнопкой мыши, нажимаете «Свойства» и смотрите, скольки разрядная ваша система. Если тут будет 32 у вас, скачиваете для 32-битной. Меня интересует 64-битная версия. Нажимаем «Скачать». Соответственно, когда вы установите iTunes, у вас без проблем появится возможность скидывать фотографии на компьютер, так как установятся вместе с iTunes все необходимые драйвера. То есть, вы подключаете кабелем, который идет в комплекте с вашим телефоном, к компьютеру и к телефону. Соответственно, ваше устройство определится как съемный накопитель, и там будут сохраниться фотографии. Я, наверное, сниму целую серию уроков по этому поводу. Следите, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Итак, мы скачали программу iTunes. Далее запускаем процесс установки iTunes. Итак, мы видим «Добро пожаловать в iTunes». Нажимаем «Далее». Здесь можем включить галочку «Аптоматически обновлять iTunes» и другой ПО Apple. Это также могут быть драйвера и самое новое программное обеспечение iTunes. Я думаю, это необходимо, чтобы вы были всегда в тренде. Итак, папку «По умолчанию» оставляем «Cprogram Files» и сейчас происходит установка iTunes. С этой, с помощью данной программы, вы можете делать рингтоны, закачивать видео в ваш телефон и другие манипуляции с вашими гаджетами. Итак, мы установили iTunes на наш компьютер. Мы ставим галочку «Открыть iTunes после выхода из установщика». Нажимаем «Завершить». Сейчас я подключу свой телефон. Так, здесь мы принимаем лицензионное соглашение. «Добро пожаловать!» Вы согласны отправлять информацию Apple о своей медиатеке. Тут на ваш выбор. Итак, вот эта программа. Сейчас я подключу свой телефон. Но, смотрите, я подключил свой телефон. Это первое подключение моего телефона к данному компьютеру. Windows я установил с нуля. Здесь не было никогда iTunes. Хотите разрешить этому компьютеру доступ к информации на этом iPhone, нажимаем «Продолжить». И на телефоне у меня высветилось, доверять ли этому компьютеру. Я нажимаю «Доверять» и здесь нажимаю «Продолжить». Теперь у меня телефон просит код устройства у меня стоит. Я ввожу код. Далее, в левом верхнем углу мы видим значок нашего телефона. Мы на него нажимаем и видим полную информацию о нашем телефоне. Вы можете обновлять программное обеспечение, как по Wi-Fi с телефона, вы это уже знаете, да? И также через iTunes. Надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.